Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. Сегодня это, как будет работать новый сервис по регистрации своего дела, какие посылки проверяет таможня, можно ли сейчас отправлять посылки из Финляндии в Россию и какая сумма отправления не облагается налогом. Я, Анастасия Петрук, давайте начнем. Начнем с вопросов, которые волнуют вас, наших зрителей, и на которые мы отвечаем максимально подробно. У каждого петербуржца есть возможность подойти к корреспонденту программы «Объясняем СПБ» прямо на улице и спросить все, что интересует. Здесь и сейчас. Здравствуйте, меня зовут Илья. И у меня есть вопрос. Каким правилам безопасности нужно научить ребенка? Самое главное правило, которое нужно объяснить ребенку с самых ранних лет – никогда и никуда не уходить с незнакомыми людьми. Что бы они ни говорили и что бы ни обещали. Дополнительно к этому вы можете проложить безопасный маршрут до школы, секций и прочих мест, куда ходит ваш сын или дочка. Это должна быть хорошо освещенная людная дорога без среза пути, например, через гаражи или заброшенные здания. В дальнейшем ребенок привыкнет ходить по ней, и его можно будет смело отпускать одного. Телефон поможет вам всегда быть в курсе того, где ваши дети находятся сейчас. Родителям необходимо договориться с ребенком, чтобы он всегда отвечал на звонки и писал вам о своих перемещениях. Вместе с этим стоит обговорить, что на уроках телефоном пользоваться не стоит. На случай, если гаджет разрядился, номер родителей, стоит записать либо на браслете, либо на кулоне или где-то еще. Тогда ребенок может обратиться к взрослым и попросить позвонить маме и папе, чтобы сообщить о том, где же он находится. Не менее важно объяснить, куда можно обращаться за помощью в любой нештатной ситуации. Это должен быть сотрудник полиции или же взрослый с ребенком. Если рядом есть магазин, аптека или подобное им заведение, стоит пойти туда и просить о помощи сотрудников. Дополнительно вам могут помочь трекеры и брелки, которые всегда будут присылать геопозицию сына или дочери. И даже если телефон недоступен, в приложении будет карта с отметкой. Такие вещи не занимают много места, но очень сильно упрощают жизнь и успокаивают родителей, ведь ситуация будет под контролем. Если же дети долго не отвечают на звонки и вы не знаете, где они, сразу звоните по номеру 112 и сообщите в поисковый отряд «Лиза Алерт» всю необходимую информацию. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. В наступившем 2024 году социальный фонд назначил единое пособие на более чем 2,5 миллиона детей в возрасте до 17 лет. Также выплата установлена для 44,5 тысяч беременных женщин. Размер пособия на ребенка составляет 50, 75 и 100% регионального прожиточного минимума. Те же условия распространяются и на будущих матерей, которые встали на учет на ранней стадии беременности. Напомню, размер прожиточного минимума в этом году вырос, что повлияло и на единое пособие. В среднем по стране оно выросло на сумму от 500 до 1000 рублей в месяц и теперь составляет для детей 7,5-15 тысяч рублей. Для женщин, которые ждут ребенка, порядка 8,5-17 тысяч. Открыть свое дело теперь станет намного быстрее и удобнее. Для этого правительство запускает новый комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн». В рамках одной услуги предприниматель сможет зарегистрировать свою деятельность, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС и открыть счет в банке. Таким образом, процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий существенно упростятся. В частности, на всех этапах подтверждения личности заявителя будет использоваться единая биометрическая система. Сервис «Старт бизнеса онлайн» будет реализован в режиме эксперимента. Он начнется уже 1 марта и продлится ровно год. Кабмин упростил для туристов процедуру оповещения МЧС о планируемых походах. Теперь информацию о них можно передавать непосредственно перед самым выходом на маршрут. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Напомню, раньше путешественники и тургруппы должны были сообщать спасателям о сложном или опасном походе не позднее, чем за 10 рабочих дней до его начала. Нововведение также меняет формулировку маршрутов. Например, вместо проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, теперь указаны маршруты, требующие сопровождения инструкторам-проводникам. Мы продолжаем наш эфир и переходим к основной теме доставки иностранных товаров из-за рубежа. О том, как их проверяют и что может помешать получить долгожданную посылку. Итак, все посылки проходят таможенный контроль. С использованием рентгеноскопического оборудования инспектор выявляет запрещенные товары. Это могут быть лекарства без заводской упаковки, контрафакт, алкогольная и табачная продукция, растения, семена, ножи и многое другое. Как правильно определить, что можно отправлять, а что нет? И какие штрафы грозят нарушителям? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим гостем Анатолием Тимощенковым, начальником Пулковской таможни. Здравствуйте, я рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо. Давайте тогда начнем с вопроса, как я могу получить посылку из-за рубежа? Для того, чтобы сформировать свой заказ и получить этот заказ у себя дома, физические лица пользуются услугами либо почтового оператора, либо оператора по доставке экспресс-товаров, заключая с ним определенный договор, заказывают посылку и получают. То есть мне может отправить мой какой-то друг из-за границы, мне могут отправить по почте ее, может отправить интернет-магазин тоже почтовом отправлении? Да, совершенно верно. И вот от чего зависит, вот дойдет она до меня или если вдруг что-то там не так, что может быть не так с посылкой, что мне скажут, нет, вы ее не получите? Ну, за саму доставку товара будет перед вами отвечать уже перевозчик. Да, но если таможня вдруг ее остановила, по каким причинам можно остановить посылку и сказать, все, она дальше не идет? Ну, кроме стандартных вот колючей-режущей, насколько я знаю, вот растения. Ну, там же много каких-то пунктов есть? Да, есть определенные критерии, по которым таможенный инспектор определяет правильность, законность перемещения почтового отправления, либо отправления тех товаров, которые физическое лицо заказало свой адрес. Вот это могут быть количественные какие-то ограничения, это могут быть и запреты ограничения. А количественные ограничения, это получается то, что я заказала для себя, например, для личного пользования, да? Да, совершенно верно. То есть, если это в большом, допустим, я заказала себе одну футболку, это нормально. Если я заказала себе 200 одинаковых футболок, то это уже сложно доказуемо, что это для личного пользования. Ну, инспектор принимает решения в рамках определенных систем управления риска и опирается на ваши объяснения, на чистоту перемещения этих товаров, которые вы заказываете. То есть, если я каждую неделю заказываю один и тот же товар, то, собственно, ко мне могут возникнуть вопросы. Возможно, могут возникнуть вопросы, вы должны пояснить, с какой целью, для чего вы эти товары заказываете, где вы их будете использовать, как вы ими фактически распоряжаетесь. Как я 200 футболок надену на себя. Наш корреспондент Айна Керимова подготовила сюжет о нарушениях, которые выявляют таможенники при проверке посылок о том, как они их проверяют. Давайте вместе посмотрим. Хорошо. Многие до сих пор почему-то удивляются, когда это слышат, но заказать иностранные товары вполне реально. Продукцию покупают с помощью онлайн-сервисов и доставляют, например, в Петербург. Все бы ничего, вот только нередко встречаются нарушения при ввозе заграничных товаров. Наверное, процентов от 5 до 20% общего объема каждый раз мы сталкиваемся с какими-либо проблемами. Это бывают проблемы технического характера, связанные именно с подачей документов, которые подает таможенный представитель при таможенном декларировании. Ну, либо же с не совсем честными физическими лицами. Это тоже вызывает определенные проблемы. Какие чаще всего нарушения встречаются? Ну, в основном, опять же, физические лица везут слишком большой объем товаров и впоследствии их реализуют коммерческим образом. То есть, опять же, это разные формы декларирования. Посылки отправляются на специальные склады временного хранения, где, собственно, мы и находимся. Именно тут некоторые товары проходят рентген-контроль. Именно так сотрудники таможни проверяют на отсутствие некоторых запрещенных элементов и не только. Декларирование На ранней стадии возможны нарушения таможенного законодательства. По этой посылке есть какие-то нарушения? Вы видите или нет? Нарушений здесь, скорее всего, нету. Потому что здесь явно видно один товар с двумя комплектующими. То есть микрофонами и, наверное, проводами. Ну, у нас кроме рентгена еще, оказывается, есть вот такой вот инспектор. Нима него точно ничего не пройдет. Что сделать, чтобы нарушений вообще не было? Что сделать? Ну, соблюдать таможенное законодательство. В первую очередь, когда вы собираете свою корзину на маркетплейсе, всегда подумать о том, что можно, а что нельзя. Может быть, у вас есть что сказать петербуржцам, которые заказывают иностранные товары? Петербуржцам сказать, будьте внимательны в первую очередь, смотрите, что вы заказываете, помните, что заказывать. Мы можем только товары для личного пользования, исключительно, вот в спресс-посылках из других маркетплейсов. А вот со всех ли посылок взимаются таможенные платежи? Или есть, которых это не касается? Нет, на сегодняшний день существует определенное ограничение. Беспошлиный ввоз допускается до 1000 евро, если стоимость товара до 1000 евро, и весом до 31 килограмма. То есть свыше этой суммы уже взимаются таможенные платежи. А есть ли какие-то страны, из которых посылки всегда приходят какие-то проблемные? Ну, это что, большинство сложностей возникает с какими-то определенными странами? Или нет? Или дело зависит от отправителя? Наверное, больше всего дело зависит от отправителя, что за интернет-площадка торгует определенной категорией товара. И от непосредственно самого желания физического лица приобрести подобного рода товар, назовем это так. Еще 2-3 года назад была большая проблема с той же интернет-площадкой Алиэкспресс, когда физические лица заказывали те же самые рыболовные сети, предметы, относящиеся к холодному оружию, кастеты, ножи. Все эти посылки, они не дошли до получателя? Да, данная категория товара, да, не доходила до получателя, так как данные предметы являются запрещенными и ограниченными к ввозу в Российскую Федерацию и на территории Таможенного Союза. Ну, то есть перед тем, как что-то заказать, нужно изучить, что заказать можно, и тогда все беспроблемно доедет до получателя. Совершенно верно. Мы спросили у петербуржцев, делают ли они заказы в иностранных интернет-магазинах, и что, откуда заказывают. Вот, вот что они ответили, давайте посмотрим. Делаете ли вы заказы на иностранных всяких интернет-магазинах или нет? Нет, не пользуюсь. Российские, наверное, удобнее, потому что доставка быстрее, и в целом оплачивать удобнее на российских. Последнее время нет, но раньше делал. Как-то уже не так активно заказываю что-то. Товары покупаю стандартным способом, в обычном магазине, иногда в интернет-магазине. В данный момент нет, но раньше делала. Перестала, потому что появились аналоги на нашем рынке, и они более быструю доставку делают, осуществляют. Я пользуюсь только нашими маркетплейсами, не пользуюсь иностранными маркетплейсами. Ну и все у меня хорошо вообще. Вот, одеваюсь в лапте. Петербуржцы отвечают по-разному. А есть ли какая-то статистика у Пулковской таможни? Как отправляется груз? Да, например, только за 23-й год физические лица заказали порядка 47 тысяч отправлений в свой адрес с различных интернет-площадок. Ну это такая серьезная цифра. А если смотреть в разрезе годов, то она падает или растет? У нас же были годы пандемии, когда все усложнилось. Да, во-первых, годы пандемии, во-вторых, наверное, те незаконные санкционные санкции, которые сейчас введены в отношении Российской Федерации, сыграли свою роль. И некоторые экспресс-перевозчики переориентировали свое направление на другие страны, перемещая сейчас эти товары помимо северо-западного управления. Ну а вообще у нас люди стали более сознательны, они вот к самим заказам, они подходят уже как-то больше с головой, чтобы не было каких-то супер-сюрпризов. Или случаются все-таки какие-то казусы? Я бы сказал, что да, физические лица стали более, наверное, грамотнее, подготовленные при своих заказах. Нарушения есть, но я не скажу, что они прям и критичные, и их столько много. К примеру, из всей массы 47 тысяч поступлений, которые были в 2023 году, допустим, всего лишь порядка 140 отправлений были признаны как товары не для личного пользования. Да, были некоторые отстранения до выяснения и получения тех же самых объяснений и последующего принятия решения по выпуску посылок. Но это рабочий процесс, это рабочий момент, который показывает то, что физические лица делают правильный выбор и правильно оформляют свои заказы. А вот иностранные отправители, у них есть данные от нашей таможни, что можно отправить, а что нет? То есть они обладают полностью этими данными? Эти данные общедоступны каждому, точно так же, как и физическому лицу, так и всем иностранным интернет-площадкам. Плюс у нас этот взаимообмен информацией, он организован на постоянном уровне. То есть все должны знать, что можно отправлять, что нельзя отправлять и просто не совершать ошибку. Конечно, необходимо только лишь, да, внимание и соблюдение законодательства. Ну вот я, находясь с вами в интервью, не могу не задать вопроса, что нужно декларировать, выезжая из страны. Потому что меня этот вопрос очень сильно волнует. Я каждый раз, когда выезжаю, думаю, а вдруг колечко надо было задекларировать. Какая сумма при выезде и въезде в страну и какие украшения или какое имущество нужно обязательно задекларировать, чтобы не попасть в просаг? Ну, при выезде из Российской Федерации и при пересечении таможенной границы, в частности, подлежат обязательному письменному декларированию. Это общеизвестная сейчас иностранная валюта свыше 10 тысяч долларов США. Это обязательно культурные ценности. Вот я сейчас перечисляю те моменты, с которыми наиболее часто сталкиваются как инспектор таможни, так и, наверное, физические лица. Что можно посоветовать физическим лицам? Любое физическое лицо вправе продекларировать те вещи, те свои товары, которые он с собой перемещает при выезде, которые он пожелает. Если у него, допустим, на руке, ну, либо при себе дорогостоящие какие-то товары, которые он временно вывозит и впоследствии обратно будет ввозить, я бы ему посоветовал продекларировать эти предметы, чтобы при ввозе была идентификация, что эти товары он ранее вывозил. А вообще процедура декларирования, она же не настолько долгая. Я раньше думала, что это просто красный коридор, это очень страшно, и идти туда на три часа сразу, а потом мне объяснили, что это... На самом деле, да, действительно, на самом деле это не страшная процедура, и на сегодняшний день она легко доступна. Вы можете заполнить фактически и подать пассажирскую таможенную декларацию, не выходя из дома. То есть в электронном виде, зайдя в личный кабинет на сайте Федеральной таможенной службы, воспользоваться этой услугой, заполнить пассажирскую декларацию, указать в ней те сведения по тем товарам, которые вам необходимо продекларировать. Пожалуйста, придя уже в пункт пропуска, предоставить инспектору в Красном коридоре только лишь уникальный идентификационный номер, который присвоится вам при регистрации вашей пассажирской декларации. Все, а дальше уже инспектор идентифицирует ваш товар и пожелает вам счастливого пути. Какая вообще удачная информация, все настолько просто. Мы, наверное, иногда у себя в голове все усложняем. Спасибо большое за этот диалог, а я напомню, мы беседовали с Анатолием Тимощенковым, начальником Пулковской таможни. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я, Анастасия Петрук, объясняем СПБ. Анастасия Петрук, объясняем СПБ.